НКО в 90-е годы и начало 2000-х годов, наверное, российская территория была самой благоприятной, самой беспрепятственной для деятельности любых структур, только на зависитом, не правительственной и так далее. И поэтому здесь была создана широкая сеть, по сути дела, и подрывных организаций, и разведывательных структур, которыми руководили спецслужбы иностранных государств. И, конечно, они не несли сюда какое-то благо. Да, среди этих НКО есть и нормальные, которые просто хотят взаимодействовать в той или иной сфере. И вот сейчас, когда власть осознает, что эти НКО формируют и оппозицию против этой власти, ну, по крайней мере, вооружают чем-то. И ведут разведывательную, специальную деятельность здесь. Вот сейчас и принимается ряд мер по ужесточению режима. И в числе этих мер не только запрет на получение там нашими НКО финансов из-за рубежа, но и ограничение деятельности иностранных НКО. Вот что мы сегодня и наблюдаем. Евросоюз, конечно, и Соединенные Штаты, они недовольны, поскольку можно было проводить свои решения, влиять на властные структуры, на политическое состояние общества и так далее. Они недовольны, ну и идет око за око, зуб за зуб. Они нам ограничивают вес туда, в Европу.